Всем привет! Это видео специально для обладателей фильтра Aragon 3, вот в таком большом корпусе 20 Big Blue. Если у вас упал напор воды из крана, то время задуматься о регенерации фильтра. Данных фильтров достаточно большой ресурс и чистим их раз в год. Конкретно этот фильтр у нас уже второй. Первый у нас отработал 4 года. Чистили мы его 4 раза и качеством фильтрации были довольны. После четвертого раза качество упало и мы, соответственно, купили новый. Этот будем чистить первый раз. Для того, чтобы почистить фильтр, отключаем предварительно воду, берем ключ, который шел в комплекте и подкладываем под фильтр тряпку, потому что во время съема, скорее всего, будет протекать. После того, как вы сняли фильтр, несите его в ванну, либо куда-то на улицу промывать. Вытаскиваем фильтр из корпуса. Так как воды у нас нет, ставим корпус обратно на место, включаем воду и промываем просто водой фильтр. Будьте аккуратны с вот этими уплотнителями, не потеряйте их, они еще пригодятся. После того, как вы промоете фильтр, начинается все самое интересное. Его надо поставить в какую-то емкость и залить горячим раствором лимонной кислоты. Но вот как это сделать, непонятно, потому что фильтр 51 см в высоту и 11,5 в диаметре. Имеющиеся у меня емкости не подходили для этого. И если бы я даже нашел какую-то бочку, то это сколько нужно этой лимонной кислоты. Перебрав всевозможные варианты, в итоге я поехал в ближайший строительный магазин и купил вот такую консуляционную трубу с заглушкой 160 диаметра. Труба была метровая, отпиливаем ее примерно под 65-70 см. Она идеально подходит для этого фильтра. Регенерация фильтра производится 3% горячим раствором лимонной кислоты. Раствор готовится из расчета 30 грамм лимонной кислоты на 1 литр воды. Нам необходимо взять мерный стакан и посчитать, сколько туда воды влезет, чтобы закрыть фильтр полностью. У меня получилось 4,5 литра воды. Следовательно, мне нужно 135 грамм лимонной кислоты. Берем, сливаем эту воду, предварительно размешиваем лимонную кислоту и заливаем заново уже горячей водой с лимонной кислотой. После того, как вы залили раствор лимонной кислоты, оставляем фильтр на ночь. Он там будет чуть-чуть так вот бурлить. После того, как фильтр отмок у нас в лимонной кислоте, всю ночь вытаскиваем его из емкости. Вода у нас такая желтая будет. И следующим этапом его нужно отмочить в обычной пищевой соде. Примерно 7-8 часов, либо, опять же, на ночь его оставить. Раствор готовится, исходя из расчета 50 грамм соды на 1 литр воды. Мы уже помним, что у нас 4,5 литра воды помещается в емкости. Следовательно, нам нужно подготовить 225 грамм пищевой соды. После того, как фильтр погрузится в содовый раствор, он начнет активно бурлить. Не пугайтесь, это нормально. После того, как фильтр отстоится в содовом растворе, вытаскиваем его, промываем и сразу устанавливаем. После того, как фильтр установлен, пропускаем воду минут 10-15. Вся ржавчина и желтизна пройдет, и пойдет чистая вода. На этом все. В следующий раз мы фильтр будем чистить где-то через год. Фильтром мы довольны. У нас марганца и железа в воде достаточно много. Убирает он практически идеально это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его. Хозяйке пригодится.